Удачницы стали свидетелями нешуточных баталий на ледовой арене Снежинка. За право стать обладателями Кубка профсоюза «Проф. Алмаз» боролись четыре хоккейные команды. Ирина Балкова следила за игрой и узнала, кто одержал победу. Открыли турнир команды «Алмаз Дор Транс» и «Айхальтского ГОКа». Буквально сразу хоккеисты «Алмаз Дор Транса» начали атаковывать позиции соперника. Айхальтцы до последнего сдерживали натиск. И все же силы оказались неравными. Счет 10-2 в пользу сборной линчан. Айхальт молодцы, держатся. Ну, конечно, видно, что мирный класс игроков выше. Ну, ничего, игра очень хорошая. Результативная самое главное. Для болельщиков интересная. Игра завораживает. То, как играют команды, просто супер. Болеем за Айхальт. Впервые телеканал «Алмазный край» ведет прямую трансляцию из Удачного. Как вы считаете, это поднимает престиж хоккея? Да. Спорт нужен. Нужен хоккей. Тем более в наших краях. Третий день был самым сложным для спортсменов и интересным для болельщиков. За третье место боролись хоккеисты Айхальтского и Мирненского ГОКов. В равной напряженной борьбе мирненцы одержали победу и стали бронзовыми призерами. Ну, а последний бой был трудный и самый. Две сильнейшие команды «Алмаз Дор Транс» и Удачинского ГОКа подарили болельщикам красивый настоящий хоккей. Победителями стали хоккеисты Удачинского ГОКа. Выход. Гол. На турнире присутствовал президент «Алроса» Андрей Жарков. Он лично поздравил всех участников и поблагодарил за подаренный праздник. Ирина Балкова, Михаил Сенаторов, Денис Сиротин, Артур Голиков, Руслан Кириллов. Телеканал «Алмазный край». Телеканал «Алмазный край»